Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим еще одно устройство, разработанное энтузиастами с Mod.com.ru. Это управляемая ZigBerry, которая предназначена для коммутации мощных нагрузок с током до 16 А, а это почти 4 кВт, а также с возможностью энергомониторинга. Идея разработки пришла автору из-за отсутствия адекватных альтернатив. Все, что имелось на рынке, имело ограничение в 10 А, и выпускалось либо в виде розетки-переходника, либо под квадратный подрозетник, как продукты Xiaomi и Acara. Как и предыдущие проекты, про которые я рассказывал в своих обзорах, на сайте Mod.com.ru можно найти все необходимые материалы для самостоятельного изготовления устройства, в том числе и сдвоенный вариант на две розетки. Ко мне попала версия на одну розетку. Монтаж компонентов довольно плотный, в качестве блока питания используется знакомый нам по 4-канальному реле модуль от HighLink на 5 Вольт. Кроме логического управления, устройство имеет и физическое управление. Тут используются контакты, соответствующие желтому и черному проводам, которые можно подключить к физической кнопке. Управление импульсное. В данной версии для управления нагрузкой применено бестабильное реле RT314F03 на 16 А, но при желании есть возможность применить и другие реле, например моностабильное или слаботочное. Для подключения электропитания используется винтовая колодка. Нижняя сторона платы. Тут находятся все управляющие элементы. Скажу пару слов и про них. Управляет устройством аналогичный 4-канальному реле модуль от E-Byte E18MS1PA1PCB с усилителем на 100 мВт, что добавляет к основным возможностям еще функцию мощного роутера. Силовые дорожки сразу бросаются в глаза благодаря своей ширине. Для подсчета энергопотребления применен чип ACS712 на 20 А, не самый точный, но все же вполне достаточный для устройства такого уровня. На этапе проектирования заложена возможность использования внешнего термотатчика DS18B20, что будет не лишним при использовании с мощными нагрузками. Наличие внешнего управления позволяет использовать реле не только как розетку, но и как выключатель с нулевой линией. Механический выключатель для этого нужно выбирать импульсный. Устанавливается устройство в стандартный круглый подрозетник, габариты это позволяют, да и изначально проект задумывался именно для этой цели. Свободного места при этом остается более чем достаточно. И выключатели и стандартные розетки устанавливаются поверху, никаких зазоров не остается. В этом отношении никаких вопросов нет. На сайте проекта рассмотрен еще кейс, в котором это реле устанавливается в удлинитель, добавляя ему функции логического управления и контроля энергопотребления. Перед подключением я очень рекомендую точно определить фазовый провод. Если проводка разведена грамотно, то это коричневый провод, голубой 0. Но не лишним будет убедиться в этом при помощи индикаторной отвертки. На моем стенде фаза это красный провод, он подключен к центральному контакту колодки. Черный провод это 0, подключен к контакту, который ближе всего к краю платы. Фазовый провод нагрузки подключается к оставшемуся контакту колодки. Нулевой провод напрямую к сети, общий с питанием реле. Для сопряжения устройства сначала переводим ZigBee2MQTT в режим добавления новых устройств. В этом тесте я подключал к стику CC2531. Затем нужно замкнуть желтые и черные провода относительно разъема, это угловой центральный контакт. Держим замкнутыми некоторое время. Для индикации лучше подключить лампочку, она начнет мерцать. После этого устройство появится в общем списке. По карте видно, что это роутер, связь двусторонняя. ZigBee2MQTT знает это устройство и отображает корректную картинку. Перейдем к интеграции. Все сенсоры пробрасываются корректно и вручную, ничего добавлять не нужно. Мы тут увидим сенсор клик, привязанный к физической кнопке, сенсоры потребляемой мощности, силы тока, уровень сигнала и физический свитч. Кнопка работает по принципу импульсов. Каждое замыкание переключает реле из одного состояния в другое. При этом статусы логических устройств свеча и сенсоров потребления обновляются мгновенно, как при включении, так и при отключении. А теперь перейдем к недостаткам, которые, я надеюсь, уже исправят в будущих прошивках. В первую очередь, это тайм-лак почти в минуту, после включения реле логически и обновлением показаний сенсора. Это видео снято в режиме реального времени. То есть реле по факту включается сразу, синхронно с логическим выключателем, а данные по потреблению появятся примерно через минуту. То же самое с выключением. Физически реле выключается синхронно с логическим свитчом, но показания остаются еще то же самое время, что и при включении. Продолжение следует... Это все происходит на уровне передачи данных от реле. Это можно увидеть и в топике MQTT. Реле включено, но потребление еще около минуты будет нулевое. А как я показывал выше, этого не случается, если управлять реле при помощи физической кнопки. Для нагрузочного теста я вскипячу чайник воды. Более мощных потребителей, которые бы была возможность подключить к этому реле, у меня не нашлось. Несколько замеров в разных точках показали, что реле имеет температуру окружающей среды 22 градуса. В этом тесте мы увидим еще один недостаток текущей прошивки. При включении реле без нагрузки, потребление показывается на уровне 65 кВт, а сила тока почти 300 А. И только при включении нагрузки, в данном случае чайника, нагрузка становится адекватной, чуть более 2 кВт. Это, кстати, соответствует реальным значениям. После того, как чайник вскипятился, самая горячая точка на реле имела температуру около 30 градусов. Как мы видим, на текущей версии прошивки, это реле имеет смысл использовать только в тех случаях, когда имеется постоянная нагрузка, чтобы не было этого завышения на 65 кВт. Управлять им лучше всего при помощи физической кнопки. Тогда показания сенсоров будут обновляться мгновенно. При логическом управлении нужно иметь в виду тайм-лак, который происходит при обновлении сенсоров мощности и силы тока. Если все же прошивка будет доработана, то это реле будет отличным вариантом для управления достаточно мощными нагрузками, например, такими как бойлер или электронагреватель. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Интересные новости, а также акции, распродажи и купоны по тематике умного дома можно найти в моем телеграм-канале. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok